Девушки отдыхают 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 это серьезная зона комфорта от вас никто не ожидает того же самого но наши попытки так или иначе выйти за пределы некой комфортабельной зоны вставать раньше отказаться от каких-то любимых вещей диете я вот, например, водоросли не ем практически врат это определенные усилия попытка сделать что-то для Кришна и, конечно же, все обеты они, прежде всего, связаны с елей обычно люди сокращают свои ели выглядят очень просто в этот месяц а другая часть обедов связана с тем, что мы вставали раньше мы знаем, что очень важной частью этих обедов на месяц карте появляются наши светильники которые мы предлагаем в Санат Мегасвами подчеркиваю, что светильники, которые предлагаются вместе с карте, должны быть вместе с кампором так что нам нужно это объяснить но главное, конечно же, все это нужно только для того, чтобы мы смогли так или иначе так или иначе сосредоточиться на Господе Дамодаре и на то, какая любовь связывает его с его преданными этот месяц по-другому называется Дамодара или Дамодара в Ратана дает то есть смысл этого в конце концов в том, чтобы служить любви служить любви, которая связывает Кришну с преданными поэтому Санат Мегасвами делает интересное замечание по Харибакте Виласе он говорит, что если вы ничего не можете делать вместе с карте вообще ничего, ну так или иначе по какой-то причине сложно вам что-то делать ну, по крайней мере, служите преданным по крайней мере, улыбайтесь преданным делайте что-то для преданных и это... да, он говорит, ну, можно еще хоров кормить вместе с карте тоже хорошее дело каждый день ходить давать корову кучок травы и все что-то то есть все могут что-то сделать главное очень часто подумать что я еще могу сделать как я еще могу порадовать Кришну чтобы в сердце проявилось какое-то теплое чувство на самом деле мы знаем это удивительная вещь то есть когда мы служим кому-то у нас появляется теплота по отношению к тому, кому мы служим если мы служим правильно если мы делаем это и ожидаем что-то взамен то тогда теплота не появится появятся только сосущие чувства того, что я ожидал, а он не сделал но если мы просто так что-то делаем для какого человека это на самом деле это железный закон, он работает всегда если мы что-то сделали, то у нас появляется какое-то очень радостное, счастливое, теплое, чистое чувство по отношению к этому человеку и месяц карте это как раз такое время, когда мы можем сделать что-то просто там для Кришны Кришна многого от нас не ждет он конечно хочет, чтобы мы украсили храмы в этот месяц это особый месяц, когда Кришна любит иллюминацию но в принципе он ждет просто того, чтобы мы соскребли остатки любви, которые есть в нашем сердце уважили этот фитилеопыт, уважили ему сказали, вот Кришна, пожалуйста вот мое подношение к тебе в этот месяц вот моя снеха вот мое масло, которое горит в этом фитилесте вот что еще? в смысле не зависит от нас это некий результат того состояния, в котором находится ум количество в большей степени зависит от нас и повторено такое он говорит, что когда человек повторяет много кругов то шансы на то, что он иногда повторится то или чисто они тоже увеличиваются, пропорционально то есть вот он повторяет, повторяет саппарат и потом придумает скажу-ка я Кришна с чувством с выражением Кришна, Кришна, Кришна вот и Боктинот Акрон объясняет, что собственно качественный скачок происходит в результате того, что накапливаются эти мантры, которые мы произнесли с чувствами мы все знаем эту борьбу, которая происходит у нас когда мы говорим все повторяю качественно вот повторяю качественно, качественно, повторяю, повторяю очень качественно и опять все возвращается на круги своя поэтому очень часто ну как бы делается акцент на количестве в надежде на то, что качество качество придет в результате того, что находится определенное количество количество кругов количество и святых имен произнесенных качественно и это перейдет в какое-то новое качество повторения и поменять состояние разумеется это не значит, что мы должны довольствоваться этим мы должны по прежнему искренне прилагать усилия для того, чтобы делать что-то ну и да тут надо соразмерять свои силы конечно конечно же надо стараться максимально качественно количество это тоже усилие может какие-то рекомендации фактически ответы как улучшить качество джоков мне кажется что бы вам придерживаться и что бы максимально учитываться ну прежде всего есть разные рекомендации разные рецепты один из очень хороших советов это произносить какие-то молитвы обращенные к святому имени когда мы кого-то обижаем оскорбляем а потом приходим к нему и смеенно начинаем его прославлять и как бы тем самым мы заглаживаем последствия своих оскорблений не случайно Ачаи рекомендуют зажигать светильник светильник особым образом тоже ну как бы сосредоточивает наше сознание поэтому можно повторять мантру с тела небольшой масляной светильник сонатом Госфаном подчеркивает момент тоже что можно повторять аппет заждения зажигая зажигая какой-то масляной светильник и повторяя перед светильником вот а так просто надо молиться В конечном счете это зависит от Причины, чтобы наши отношения со святыми людьми стали сильнее. И надо действительно какое-то время, определенный промежуток времени целиком посвятиться к святому людьму. Не отложить все остальные дела, не торопиться никуда. Мы очень часто, мы куда-то торопимся. Сегодня я слышал лекцию Силы Каупада, которую я читал на практике. И он говорит там интересную... Нет, это не лекция. Нет, не лекция, я читал там... Не знаю, я читаю. Он говорит, что твой ум очень непосерден. Тебе постоянно куда-то хочется... Да-да, он пишет это своему ученику, который в Японии. Он говорит, ты сейчас в Японии, я знаю, что с тобой будет. Ты потом перейдешь в Индию. Потом из Индии опять в Японию поедешь. Потом куда-нибудь еще поедешь. И он говорит, знаешь почему? Потому что ты не читаешь книгу. Поэтому ум непосерден. И это интересная, очень важная рекомендация. Когда книги Силы Каупада помогают нам сосредоточиться на вечных вещах. И, соответственно, вот эта вот суета или непосердилась в уме, когда можно что-то обязательно сейчас прямо сделать иначе. Ну вот нужно обязательно в WhatsApp посмотреть, потому что не иначе просто жить невозможно. Это результат некого состояния в Майсе. И Каупад говорит, вот лекарство, читай книги. Тогда... Ну, с WhatsApp он тоже легче все станет. Поможет, в том числе и повторяет Майсе. Никуда не спешим, просто повторяем. Мы сидим и радуемся. Потому что мы повторяем. Месяц Карцика. Вовремя давным. Кришна-залов. Невероятный день. Месяц Карцика. Вовремя давным. Еще никого нет. Никого не пустил, а мы тут. Покопались. Иммуна-детерка. Ватхана рядом. Ватхана. Никогда лишь, когда будет, можно не спать целую панцу. Это Кришна. Прогадуемся. Сейчас длила, как. Идем на родину. Все равно. Да. Знаешь. Ну, кто-то как бы сказал, и не знаю, что человек объявился. Достаточно ли просто приносить там извинения всем Вайшнамам или как-то вот что-то еще можно сказать? Да, можно. Можно кланяться адресно людям, по отношению к которым мы чувствуем, что у нас есть какая-то неприязнь, какая-то тяжесть или наоборот по отношению к которым мы хотим выразить свою благодарность адресно. А в целом можно просто кланяться в Вайшнамам. Я прошу прощения вообще в Вайшнамам. Потому что это факт. А мы... Мы... Нам не дано предугадать, как наше слово отдаётся. Мы очень много, очень часто говорим, что терапия. Часто. Ну, что бреха таится. Зависть, шевелчим, чем сердце. И она, вольно или невольно, где-то там слезлили, тут психи, ничего. Кого-то за верие. Надо просить, просить, просить. Всех сразу. Можно ещё? Для первых фотографий присутствуют, как покупают фотографии? Люди будут смеяться не только над ней, но и над Кришной. Кто-то не будет верить в то, что Кришна – Бог. И это её очень сильно волновало. Я поняла. Как же Бог мог, так сказать, поместиться в эту маленькую штуку? Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.